Дорогие друзья, коллеги, земляки, соотечественники, вот и наступает новый 2019 год. Он, как и минувший, конечно, обязательно будет наполнен яркими событиями, встречами с интересными людьми, новыми достижениями, выдающимися результатами и победами. В этом я абсолютно уверена, потому что мы же, наш коллектив не может просто остановиться в своем развитии, и мы не желаем этого, потому что те темпы, которые заданы уже пройденными нашими маршрутами, взятыми уже нами высотами, просто не могут остановить нашего движения успешного вперед, к новым победам и к новым результатам. Оглядываясь назад, невольно удивляешься, сколько мы успели сделать в уходящем году. Это и прорывные технологии в органической химии, в математике, физике, в информационных технологиях, в биотехнологии молочных продуктов, в создании новых материалов и нанотехнологиях. Это и несколько международных конференций по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований. Научными коллективами университета опубликованы десятки статей в самых авторитетных научных изданиях и России, и мира. Десятки наших студентов и молодых ученых неоднократно становились победителями и международных, и всероссийских, и региональных конкурсов, и, конечно, российской студенческой весны в Ставрополе. Уходящий 2018 год еще более укрепил позиции нашего университета в научно-образовательном пространстве и России, и мира. Мы стали одним из лучших, из 30 лучших университетов по данным национального рейтинга, подтвердили свои позиции в международном рейтинге к ЮЭС в числе лучших университетов стран БРИКС. И, конечно, продолжили реализацию 19 стратегических проектов развития Северокавказского федерального университета. И в этой масштабной деятельности есть вклад всех сотрудников университета. Мы взяли все намеченные на 2018 год рубежи. И скажу без преувеличения, что каждому члену нашего коллектива есть чем гордиться. Благодарю весь коллектив за неравнодушие, за умение мобилизоваться в трудных ситуациях. Чем ближе Новый год, тем больше нам отовсюду вещают о том, что по восточному календарю – это год свиньи. Согласно же нашей славянской символике, наступающий год – это год орла. Наверное, у китайцев и корейцев свинка – это символ плодовитости, может быть, добродушия. Но в нашей-то российской ментальности это скорее символ отрицательный, ругательный. Мы живем в России, на Северном Кавказе. И зачем же нам не наши символы, когда у нас есть такой красивый символ, присутствующий и в символике нашей российской государственности, и олицетворяющий в сознании нашего народа свободу и силу. И дай нам Бог в Новом году таких побед и достижений, от которых бы наши души парили по-орлинному гордо и высоко, легко и независимо. Здоровья, взаимного понимания, душевного тепла в общении с родными, близкими, друзьями, соседями и просто знакомыми. Удачи и благополучия всем нам. С Новым годом и Рождеством!